Я хочу обратиться ко всем харьковчанам. Я два месяца совершенно чётко говорю, что это не выборы, это война. Я очень хочу, чтобы вы поняли, вопрос совершенно не в политических партиях, вопрос даже сегодня не в фамилии. Вопрос сегодня заключается в том, вы в этой стране потом. Есть лично вы. Вы. Смотрите, что произошло только за последний месяц. Это власть, государственную компанию, которая занимается полностью экспортом хлеба, в которую она забрала почти у всех бизнесменов все зернохранилища и забрала на себя практически по копейкам зерно. В один день эта государственная компания стала кипрской компанией, которая стала государственной 1%. Они приняли ночью, неделю назад, тот закон, о котором я говорила. Они создали земельный банк, в который теперь в уставной капитал передадут все государственные и сельскохозяйственные земли. Я думаю, что вам не надо объяснять, кто возглавит этот банк и куда денутся эти земли. Так вот, хочу предупредить у каждого, у кого есть ПАИ, вы останетесь с ними так, как мы остались с приватизационными сертификатами. Мы их не интересуем, они нас не любят. А теперь попросите своих детей, пусть они вам откроют интернет, и прочтите, что подписала эта власть для нас с вами. Харьковская область, Донецкая, Ивано-Франковская, Львовская и Черноморский шеи. Харьковская область, добыча сланцевого газа, отдается пожизненно американским компаниям, где 15% неизвестным трем людям прописанным в спальном районе Киева. Так вот, прочтите, что вас ожидает. Американцы выгнали эти американские компании со своей страны. Почему? Там, где добывается сланцевый газ, полностью исчезает питьевая вода, умирает все живое, дикие, домашние животные, люди бросают жилье и бизнес и бегут с этих территорий. Это они уже вам подписали. Тогда вопрос заключается, о каких экономических программах мне сегодня говорить? Вы думаете, я не знаю, как сделать, чтобы были рабочие места? Мы всей командой знаем это. Только никому это не надо. Нас с вами, их видение, нет. Они нас не любят. И для того, чтобы спасти страну, каждый поднимитесь и скажите, я не позволю, я не хочу, чтобы они это сделали с моей страной, я не хочу, чтобы они делали могильники под Киевом. Но и вашей области уже нет. В их планах уже нет. Они сегодня дают миллиард на камеры для избирательных комиссий. Стоимость их 36 миллионов, уже все специалисты сказали. Они еще не сделали, уже 994 миллиона украли. И так в каждый, каждый шаг. Не соглашайтесь. Мы должны вместе их остановить. И тогда поставить демократическую власть, которую обязаны с вами контролировать. Мы не сможем в криминальном государстве никто выжить. Не думайте. Этот колокол звенит о каждом из вас. Мы верим. Мы вместе их остановим. Мы их не боимся. Демократическое власть. Я Наталья Ведленко, лидер украинской оппозиционной левой партии. Я лидер той партии, за которой начали уже охотиться украинские нацисты с целью физического уничтожения. Меня и членов нашей партии. Трансфейд будет потом. И Коско. Прошу. Да. Сегодня на Украине массово сжигаются офисы партийных партий Украины. И убиваются работники этих офисов. Сжигаются дома неугодных политиков. Избивают депутатов парламента и местных советов. Чтобы они выполняли требования террористов, неонацистов, правого сектора Евромайдана. Фактически неонацисты установили свой режим. У меня конкретные два вопроса господину Шульцу. Два вопроса. М. Шульц, я руководитель Украинской партии Левской оппозиции. Украинские милиции и неонацисты Евромайдана начали меня и членов моего партии. Украинские милиции и неонацисты депутаты. У меня два конкретных вопроса. Это очень важный вопрос. Я задам вопрос. Но разрешите сказать, потому что я посетил Украину несколько месяцев тому назад. Я встретился с Дмитрием Томянуковичем. Он обещал, что Украина подключил договор с Евросоюзом. И обещания должны выполняться. Это обещание не было выполнено. Это обещание не было выполнено. Это обещание не было выполнено. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok